МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Звязда» хроника чрезвычайных происшествий «Рубикон». В студии работает Антон Лещенок. Здравствуйте! 5 августа в одной из квартир Полоска после совместного распития алкоголя между собутыльниками возник спор, в ходе которого 67-летний, ранее судимый за убийство пенсионер, ударил ножом в грудь своего 59-летнего соседа. Как результат посиделок, один ждет приговора суда, второй – на больничной койке. Пострадавший с диагнозом проникающая колото-резаная рана правой половины грудной клетки с повреждением верхней доли правого легкого доставлен в больницу города Полоцка. Преступник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. В течение недели оперативниками наркоконтроля Витебщины пресечена деятельность нескольких человек, причастных к распространению дурмана. Так, в областном центре с поличным задержали двоих местных жителей 25 и 24 лет. В ходе досмотра у молодых людей, а также в тайниках на территории Витебска и Полоцка, сотрудниками обнаружено и изъято более 200 грамм особо опасного психотропа – 4 смс. За что задержан? За наркотики. Наркотики при себе есть? Да. Сколько? 140. Установлено, что младший из них устроился на работу на интернет-магазин по продаже наркотиков, а второй помогал ему. Мужчины размещали закладки на территории Витебской области. На нелегальный наркошоп они успели проработать не более трех недель. А вот 30-летний житель Орши успел поработать на наркомаркет около двух месяцев. Отправившись на очередное задание от куратора разложить дурман по тайникам в Орше, мужчина был задержан сотрудниками наркоконтроля. При обыске у него обнаружили около 200 грамм альфа-ПВП. Оршанец занимался фасовкой и раскладыванием психотропа по тайникам на территории Орши, Витебска и Лепеля. В очередной раз по указанию куратора он должен был разложить наркотик на территории Орши. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Уборочная страда – горячая пора не только для аграриев, но и для правоохранителей. На регулярной основе силовиками проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление различных нарушений в сфере АПК. Так, 5 августа сотрудниками Полоцкого РОВД в гараже, расположенном во дворе дома, по месту жительства 19-летнего животновода одного из сельскохозяйственных предприятий Полочины, обнаружено и изъято 90 литров окрашенного дизельного топлива. Как пояснил мужчина, топливо он приобрел у ранее незнакомого мужчины для заправки собственного автомобиля. В отношении сельчанина составлен административный протокол по части 3 статьи 13.23 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 10 до 15 базовых величин. Напоминаем, приобретение, хранение, использование или реализация физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, запрещены на территории Республики Беларусь и влекут административную ответственность. Также в поле зрения полоцких правоохранителей попал 62-летний тракторист одного из акропромышленных предприятий города, который еще в декабре 2020 года совершил хищение запасных частей на общую сумму более 800 рублей. В ходе проверки установлено, что фигурант заказал новую деталь для ремонта трактора, однако саму технику починил без ее необходимости, а заказанную запчасть присвоил себе. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено. Похищенное изъято. Отметим, что злоумышленник ранее привлекался к административной ответственности за кражу окрашенного дизельного топлива с данного предприятия. Воровали у государства, затем ему же и продавали. Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Витебщина выявлена схема хищения битума должностными лицами дорожных предприятий Витебска и Минска. Злоумышленники действовали в сговоре с водителем, транспортной организацией и представителями коммерческих структур. Всего похищено более 150 тонн битума на сумму, превышающую 200 тысяч белорусских рублей. Последствием водителя-перевозчика похищали полученный на нити перерабатывающих заводах для нужд предприятия битум, который за счет имевшихся излишков продавали представителям коммерческих структур. Они, в свою очередь, похищенные битум под видом своего продукта, продавали иным государственным дорожным предприятиям республики. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Оперативниками первомайского РОВД Витебска задержан 38-летний гражданин Туркменистана, работающий водителем такси, о противоправных действиях которого милиционеры узнали во время мониторинга интернет-ресурсов. Правоохранители обнаружили видеозапись, на которой жительница областного центра утверждала, что по магазину ходит мужчина и тайком фотографирует нижнее белье посетительниц торгового центра. Оперативники уголовного розыска первомайского РОВД установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний гражданин Туркменистана, работающий водителем такси. Ранее к административной уголовной ответственности на территории Беларуси мужчина не привлекался. В противоправном поступке он сознался, объясняя свое поведение тем, что просто хотел посмотреть на пикантные фотографии. В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. В последующем будет рассмотрен вопрос о его высылке из страны с установлением срока запрета въезда в Республику Беларусь не менее 5 лет. На этом все. В эфире увидимся 20 августа. Будьте бдительны и не переходите в Рубикон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова